Если подбирать слова, как он прошел, наверное, там ключевым будет слово «быстро». На самом деле, череда событий, каскад, наверное, непрекращающихся вызовов и подобных мероприятий не позволяет расслабиться, поэтому год прошел очень плотно, интересно, есть, как говорится, положительные стороны, отрицательные стороны, есть, ну, очень благодарен судьбе, что удалось познакомиться с огромным количеством новых людей, интересных людей, которые делают свое дело и, ну, достаточно позитивно влияют на настроение города, на жизнь города. Ну, к сожалению, да, есть там отрицательная часть данной работы, да, столкнулся с массой тяжелых ситуаций жизненных наших горожан, действительно такая переживательная история, поэтому год прошел насыщенно. С точки зрения меня, как восприятия, да, есть четкое понимание, чем отличается работа от службы, теперь я четко ощущаю, что такой муниципальный служащий, ты не принадлежишь себе, ты действительно работаешь, там, служишь на том направлении, ответственность, за которую ты и несешь. Если верить вашим читателям, понятно, город не может быть готов к зиме, зима все равно придет неожиданно для всех. То есть, ну, вот она пришла, ожиданно, неожиданно, как говорится, мы ее встретили. Прошлый год действительно, ну, скажем так, прошлая зима, не прошлый год оказалась непростым для нас. Мы посмотрели опыт работы, как говорится, наши возможности, что мы можем, что не можем, действительно. Посмотрели с коллегами, ну, то есть, ближайших крупных соседей Арзамас, Нижний Новгород, проговорили, как у них это сделано, сравнили некоторые вещи. Ну, скажем так, ситуация действительно непростая. Можно, ну, кратно изменить бюджет и, ну, перенаправить там, ну, действительно там в двойку, в тройку на содержание дорог. Это частично улучшит ситуацию, но я не думаю, что это там будет, ну, скажем так, абсолютное, там, абсолютное качество, которое просят наши горожане, это ловить снег еще в небе. Чтобы он не попадал на дороги, на наши. Но попробовали мы, как говорится, провели эксперименты по привлечению, как говорится, кроме основного подрядчика, субподрядных организаций, посмотрели те сложности, с которыми они сталкиваются, ну, опять же, с результатом работ. Посмотрели, вот, в рамках анализа опыта наших коллег из других городов, с кем проговорили, мы поняли, что нельзя полагаться исключительно на субподрядные организации, ну, скажем так, независимые организации от муниципалитета, потому что, ну, наши коллеги сталкивались и с шантажом, и с саботированием, много интересных вещей, когда там подрядная организация просто прекращает работу, и там дня три-четыре город набирается, в принципе. Поэтому мое четкое ощущение, что дорожно-эксплуатационное предприятие в том или ином виде, форма его не так сейчас важна, оно должно быть в плане нашего управления, чтобы, ну, это уже безопасность города. Посмотрели парк техники, ситуация крайне тяжелая, ну, как экономическая ситуация ДЭПа, так и парк тяжелый, есть где работать, ну, скажем, есть куда приложить ресурсы. Понятно, что бюджет, он не позволяет нам решить этот вопрос как в отдельных субъектах, где там покупают сотни машины, вот, выжав, все, что освободилось, сэкономили. Вот сейчас пришло два трактора в ДЭП, мы ожидаем еще приход грейдера, по-моему, и общекоммунальной машины. То есть мы пытаемся обновить парк, чтобы, ну, скажем, и две посыпалки, да, из хорошего для пешеходов. Мы пытаемся обновить парк для того, чтобы ДЭП мог полноценно работать. Горавтотранс, ну, не знаю, наверное, критическое, важное предприятие для города, да, все понимаем, огромное количество жителей ежедневно пользуются его услугами, и любое нарушение, конечно, оно вызывает достаточно жесткие эмоциональные реакции, но это правильно. Погрузившись в ситуацию, посмотрев, как говорится, техническую базу, базу персонала, было принято решение поменять руководителя, ну, как ключевая, первая задача – это соблюдать график движения. То есть это, ну, как сказать, минимально необходимое, что нужно сделать, потому что тот вал критики, ну, обоснованной критики, он уже, как говорится, не мог быть игнорирован, то есть это важно и нужно. Хочу отметить, что, да, на первичном этапе Григорию Васильевичу удалось нормализовать, ну, скажем так, в его технических возможностях хотя бы график, и в целом он сейчас соблюдается, и мы переходим там к следующему этапу, это парк автотранспорта, очень непростая и тяжелая ситуация, ресурсы выработаны. Вот, оптимизировав бюджет, сейчас проходят конкурсы, мы заключаем договоры на допоставку туда нескольких автобусов среднего класса, по линии бюджета мы хотим поставить три автобуса, собственные ресурсы Горавтотранса позволяют докупить два, мы надеемся, что в декабре мы получим несколько новых автобусов. Это чуть-чуть облегчит ситуацию, на самом деле, но не решит ее, и сейчас мы смотрим, какие механизмы позволят нам ее реально выправить, потому что, ну, текущий автобусный парк, он, к сожалению, не отвечает тем требованиям, тем требованиям безопасности, ну, как в полной мере, и надежности для обеспечения той задачи, которая стоит перед Горавтотрансом. На садике работает питерская организация, но сама она фактически ничего не делает, более того, вплоть до непредоставления там своих инженерных служб, то есть абсолютно такая денежная контора, которая просто, ну, как говорится, нанимает местных сотрудников. И так получилось, что у нас что на садике улыбка, что на детской музыкальной школе фактически работает одна саровская организация, терем, по-моему. Вот. Что можно сказать? Та же самая классическая ситуация. Два объекта с точки зрения вот инженерного дела, с точки зрения строительства, максимально простая, что тот объект, что тот объект можно спокойно было закончить, ну, как бы за два-три месяца. Там нет ничего сложного, там нет ничего уникального. Но мы сталкиваемся с качеством исполнителей. То есть, вот, я не знаю, можно их назвать специалистами, нельзя назвать специалистами, но, скажем, при заходе на объект, вот, сначала наносится максимальный вред объекту, потом начинается вот неспешная работа. К сожалению, действительно, там есть действительно масса сложностей, я их понимаю. То есть, кадровый состав, там, наверное, на две трети, вот, в этой организации кадровый состав стоит из свободных от службы сотрудников, служащих нашей дивизии, вот, общались. То есть, есть постоянное желание, как, ну, наверное, у любой коммерческой структуры упростить себе работу, там, упростить проект, отклониться от технологий, сэкономить на материалах. И они, ну, по большому счету, мы сталкиваемся, наверное, не знаю, как сказать, там, грубо слово, с легким шантажом. Они понимают, что объекты для нас социальные. Мы, мы вот, максимально идем навстречу. Мы хотим эти объекты, у нас дети просят, мы ради них работаем, по большому счету. Но мы не можем принять некачественное, мы не можем принять, вот, скажем так, когда вместо работы предлагается бумага, вот, а работы нет. Поэтому работа будет выполнена в любом случае. То есть, на, вот, все обещания, то есть, вот, я лично с директором встречался по детской музыкальной школе, говорили, нет таких событий, которые не позволят там сдать после первого ноября, то есть, первого ноября уже дети зайдут. К сожалению, сегодня середина ноября, сегодня с ними разговаривали. Ну, вот, клятва на крови, ноябрь будет закончен объект. На самом деле, уже почти все сделано, там, ну, не знаю, по моему, вот, ощущение, по моей работе, я бы через три дня там закончил. То есть, была бы у меня бригада. То есть, ну, посмотрим, как ребята справятся. По садику, как говорится, ситуация осложняется, в данном случае, питерской организацией. Директора сейчас, как говорится, снова спряталась. И мы, ну, как говорится, провели определенную работу, она хотя бы заплатила, там женщина-директор, да, она хотя бы заплатила своим субподрядчикам, потому что мы тоже вынуждены отвечать и за это событие, потому что, ну, наши саровские организации, работая на них, могли быть, не знаю, как слово неприличное подобрать, оставлены без денег. Там, на самом деле, тоже работы максимум на две недели, но очень тяжело идет, на самом деле. Ну, то есть, есть абсолютное нежелание работать с той стороны, и наше обязательство, наконец, сдать этот объект. Важный ключевой объект, очень востребованным, тот район требует эту школу. Мы, по большому счету, наверное, заступив должность, да, погрузившись в ситуацию, поняли те, ну, как раз ошибки, наверное, да, тут что скрывать, которые были при проектировании данного объекта и столкнулись с некоторым непониманием и сложностью взаимодействия с надзорными структурами. Ну, в данном случае у нас очень сложно проходило взаимодействие с госэкспертизой. Те доводы, которые мы, ну, то есть, предлагали, просили к изменению, достаточно сильно, на наш взгляд, обосновывали, не находили понимания с той стороны. Ну, вот на текущий момент, из хорошего, мы прошли этот этап, наконец-то мы получили заключение, положительное заключение государственной экспертизы и, соответственно, продвинулись в движении. То есть, мы акцептовали те работы, которые были сделаны, но без заключения не могли сделать. И сейчас мы, на самом деле, думаем, что, ну, срок окончания строительства уже виден, и, я думаю, второй квартал следующего года у нас будет школа. Да, действительно, этот вопрос обсуждается на уровне корпорации РУСА, там, где, ну, как говорится, зоны присутствия городов, где она находится. Мы участвовали в этой беседе. Действительно, проблемы, на самом деле, одинаковые для каждой из территорий. Жители требуют медицины совершенно иного уровня, совершенно другого качества. Плюс, опять же, ковидная история показала все те недоработки, все те проблемы, которые были, они, ну, кратно усугубились еще. Проблема признана, здесь не надо прятаться, мы все это понимаем. И надо отдать должное, вот, действующему руководству ФМБА, действующему руководству корпорации удалось сесть за стол переговоров и проговорить эти моменты. Мне кажется, уже ранее говорилось, что есть программа, которая софинансируется и как со стороны Росатома, и как со стороны ФМБА по поводу развития медицины в закрытых городах. То есть, вот конкретно в Сарове есть отдельные направления, которые уже, скажем так, подтверждены соглашениями и предварительно определено на них финансирование. И в рамках визита Вероники Игоревны Скворцовой это было проговорено. Я думаю, у вас была возможность у нее спросить. Есть понимание, то есть, есть задача построить, ну, скажем так, медицину будущего. Это новый, там, диагностический центр, это наш новый корпус. И есть активное взаимодействие с ФМБА. То есть, из хорошего ФМБА от нас не прячется мы на активной связи. Вот я достаточно регулярно созваниваюсь с заместителем директора ФМБА Татьяной Яковлевой. Она неравнодушна к Сарову, она интересуется, что происходит. Вновь назначенный, ну, как, по-моему, сейчас он исполняющий обязанности, главного врача, занял тоже очень активную жизненную позицию. Идет, вот, не знаю, в ежедневном, наверное, режиме, ну, не в ежедневном, но в еженедельном точно вопросы проговариваем, что есть у них, что нет, где недоработки, нужна ли наша реакция, либо они справляются там по своим каналам. То есть, ну, не секрет, у каждого свои возможности. Если по определенным сложностям мы используем вот как бы муниципальные возможности для выхода на Минздрав в Нижегородской области, ядерный центр более там эффективно взаимодействует с корпорацией, они более эффективно с ФМБА. И на самом деле у нас сейчас есть вот хороший симбиоз, где мы вот используем все возможные для себя ресурсы. По Новой детской поликлинике тоже понимаем, вот, острая необходимость, все знают, что она нужна, то есть никто не отрицает. Да, вот, первичный подрядчик, который работал на объекте, ну, по тоже тем или иным причинам, ну, есть там ключевая причина, у них не было своих, ну, оперативных средств, и они просто не способны были вести стройку. Но проблема была признана достаточно быстро, достаточно резко, вот, с завидной регулярностью я участвую на совещаниях на уровне полномочного представителя президента по Волжью, и там обсуждается ход строительства, казалось бы, не очень дорогого и сложного объекта. То есть проблема поднята на федеральный уровень, система отчетности поднята также, то есть в рамках каждого визита чиновников от медицины, федерального уровня этот объект обязательно к посещению. То есть Вероника Игоревна его также посещала. По текущей ситуации, ну, ситуация на самом деле заметно улучшилась, понятно, есть отставание, оно там, по нашим оценкам, где-то полтора-два месяца, по их оценкам чуть поменьше, но у нас есть четкое обещание директора ФМБА о том, что в 2022 году поликлиника будет запущена. Если подойти комплексно к вопросам строительства, да, это самый, наверное, востребованный аспект, потому что новые объекты всегда позитивно воспринимаются, и действительно очень много объектов, которые должны появиться в городе, по тем или иным причинам это не было достигнуто, но тем не менее задача такая есть, город должен развиваться. Посмотреть на ситуацию изнутри города или снаружи города, примерно она по всей стране одинаковая, там есть особенности саровские, ну, три проблемы, которые вот ярко выражены на самом деле. Там самая простая из проблем, часть подрядчиков не верит, что мы действительно закрытый город. Вот на самом деле, казалось бы, даже когда разговариваешь, объясняешь, там самый такой яркий, наверное, пример, одна из серьезных, действительно серьезных организаций заходила в город и говорит, у нас штат 300 человек, ну, давайте посмотрим, это очень хорошая и серьезная организация получается. Из них 293 были забракованы органами службы безопасности, в связи с тем, что они все судимые. То есть, на самом деле, часть подрядчиков не верит, что в наш город не попадают люди с такими характеристиками. Ну, и мы понимаем, что очень много организаций строительных, они, ну, основной костяк у них, особенно вот сибирские регионы, на самом деле, так вот по моим ощущениям, наполненные вот такими сотрудниками. Ну, это самое простое, очевидное, просто директора до конца не верят, что мы действительно закрытый город. Часть организаций, к сожалению, да, то есть, вот для современного ведения бизнеса, на самом деле, не склонны работать по-настоящему. Не скажу, что все, но очень большой процент после заключения договора, это как в области проектирования, на самом деле, как в области строительства, честно признаются, что мы и не собирались работать, было бы хорошо, чтобы мы забрали свои генподрядные деньги, а найдите какую-нибудь организацию, кто за нас все это сделает, и вот. Мы объясняем, что, как говорится, так это не работает, что ответственность, социальная нагрузка и там подобные вещи, но, тем не менее, это современная реалия, к сожалению, в нашей стране, что, как говорится, больше, ну, как говорится, значительная часть организаций не способна, да и не склонна работать по-настоящему, на самом деле. Ну, и вот, как говорится, то, что если затронут в вопросе о том, как посмотреть эту процедуру, что можно сделать, что нельзя сделать. У меня за спиной, да, есть несколько сданных крупных объектов на прошлом месте работы. Мы понимаем, по каким расценкам сейчас работает муниципалитет, и эти расценки не прихоть администрации, не наше желание, они все жестко привязаны к нормативам Нижегородской области, и когда проходят экспертизы и согласование всех проектов, вот эти коэффициенты, вот эти нормативы очень жестко отсекаются. И, по большому счету, у нас нет возможности, скажем так, сделать проект более финансово интересным. Также здесь мы сталкиваемся с этой ситуацией, как очень жестко работает антимонопольное законодательство. предъявить требования по базе, по количеству техники, по уровню персонала. На самом деле, все научились работать в современных реалиях, следует жалоба в ФАС. ФАС быстро и эффективно блокирует наши требования. То есть, ну, это считается как ограничение конкуренции, на самом деле. Ключевое событие, наверное, вот этого года для Сарова – это территориальное расширение, о котором достаточно много говорили. И в августе президент поддержал нас, подписал указ о присоединении территории. В рамках реализации данного указа вышло постановление правительства, по которому дан, ну, как небольшой переходный период до середины следующего года, для формирования документов подготовительных, которые позволят уже в полной мере нам управлять данными территориями. Наверное, повторюсь уже, то, что западные территории – это район технопарк, это территория назначения производства и науки. Он не подразумевает жилищного строительства на этом этапе. По крайней мере, постоянного. То есть, это назначение развития НСФМ, это развитие производств. Северные территории – это как раз территория развития жилищного строительства. Уже готовятся документы по формированию нового генерального плана Сарова. И, как говорится, при его формировании, как раз мы будем смотреть возможность развития вот именно жилищной застройки на северных территориях. Тут есть и плюсы, и минусы. То есть, общение с горожанами, ну, как классические, наверное, любые сложные вопросы, имеют кардинальные позиции. И часть жителей города считает желаемым как раз жить за контролируемым, за охраняемым периметром. Часть, наоборот, считает, возможно, жить только внутри охраняемого периметра. То есть, тут есть за и против. Но, тем не менее, эта территория востребована. И вот при формировании генерального плана мы посмотрим его возможности. По нашим оценкам, максимальная его загрузка вот северных территорий, присоединяемых, это возможность размещения до 25 тысяч жителей. То есть, вот его максимальная загрузка. Жилищный вопрос, он самый такой тяжелый, потому что, ну, с учетом там действующих цен там за квадратный метр, мы не можем решить там массу своих муниципальных задач. Ну, и понимаем, что в стране параллельно происходит. Вот, вопрос в том, что у нас монополизированный рынок жилья. Ну, что тут можно сказать? То есть, распределение земель – это аукционная процедура. И так получилось, да, что, ну, скажем, один из игроков на этом рынке, ну, оказался более ловким. Ну, как говорится, понимаем. То есть, на самом деле, это не совсем полный истинный. Вот сейчас у нас один дом сдан. Вот, не очень давно, вот, еще дом строится, другого застройщика. Ну, на самом деле, движение здесь есть. Наша задача, вот, меня как главы, моей администрации – это поиск новых участков земель для, ну, застройки и предложения для, ну, как говорится, для инвесторов. То есть, у нас идет активная встреча с иногородними, на самом деле, застройщиками. Много интересных проектов предлагают. Понятно, что они хотят участки земель, там, с определенными гарантиями. То есть, этот вопрос идет в реальном времени. Здесь у нас порядка 10 сейчас, 10-11 участков подготовлены под реновацию. Вот, сейчас принят закон Нижегородской области по поводу расселения граждан. И если будет прозрачен, понятен механизм, мы выйдем вот на рынок реновации, вот эту часть отдадим под нее. Тут, ну, скажем так, мы надеемся на некий эффект, вот, положительный по застройке. По единственному текущему договору о реновации застройщик направил нам проект, ну, скажем так, свой проект застройки. Вот, это его обязанность, да. Понятно, что у него еще есть время, там, в течение пяти лет он должен приступить. Сейчас мы анализируем, не сказать, что он нас устраивает. Поэтому, ну, рабочий порядок. То есть, сейчас нельзя сказать, что будет он застраивать, не будет он застраивать по договору, он исполняет свою часть пока. Вот. 1А1Б могут быть перспективными? Да, да. Мы работаем на эту тему, мы посмотрели, ну, опять же, как вот в любой сложный момент, мы столкнулись с определенным противодействием части населения. Они считают, что не нужно застраивать этот участок. Там, на самом деле, интересная ситуация появилась. Там всегда интересно, поэтому... Нет, нет, нет. Ко мне, вот, в городе сформировалась инициативная группа, и ко мне приходили на тему, что в городе не надо строить жилье. Это тоже целая интересная тема на предмет того, что часть людей против, чтобы город увеличился в численности. Их задача его, как минимум, зафиксировать, лучше уменьшить. Тоже есть право на свое мнение. То есть, ну, интересные диалоги проходят. Как все сложные вопросы, город очень многогранен во всех сложных вопросах. И какой здесь правильный ответ, он для каждого свой, на самом деле. Но, опять же, наша задача – это обеспечить горожан, приезжающих, ну, возможностью приобретать жилье, чтобы оно было. То есть, да, как говорится, город закрыт периметром. То есть, мы посмотрели точки, которые еще можно подразвить, и там они есть, мы их отработаем. То есть, вот, очень надеемся на реновацию. 1А, 1Б – большой перспективный квадрат. Посмотрим его. Ну, и северные территории. Их тоже нельзя сбрасывать. Востребный объект. Саров, наверное, один такой, один из городов, в котором отмечается даже статистически недостаточная спортивная инфраструктура. Вот, сам лично встречался с министром спорта Нижегородской области и исполняющими обязанностями проговаривали, на самом деле, почему так. То есть, уже без, ну, что называется, без зрителей для понимания. Ну, а на официальный ответ, да, Фок Саров, он первый в очереди, в случае, когда будет строиться. Мы, конечно, вот, начнем с вас. Ну, после вот детальной поработки есть вот полное ощущение у меня, что то место, которое предложено под Фок, оно, ну, не считается целесообразным с точки зрения Министерства спорта и Нижегородской области. В чем тонкость? Если смотреть на весь объект целиком, то в силу подобранного места, и его, ну, не секрет, что у Саров это зона карстовой опасности, то получается, что полезные затраты для Фока относительно вот цены фундамента для вот минимизации вот этих карстовых рисков получается, ну, крайне невелики. И министр спорта достаточно разумно, ну, и правильно сказал, что потратив, ну, неважно, там, заметную сумму денег, из них реально на спорт пойдет, ну, слишком малая часть. Очень много идет вот на эту инфраструктурную, то есть безопасную карстовую. И сейчас с вами коллегами, сотрудниками, ну, считаем целесообразнее найти другое место для Фока, который снизит стоимость этого фундамента мега дорогого. И я думаю, мы здесь продвинемся, ну, как бы, более, скажем так, гораздо быстрее, эффективнее, чем настаивать на этом же месте и на этом проекте. Потому что есть полное, ну, понимание, что область не пойдет здесь нам навстречу, вот на этой территории. Из хорошего было поработано несколько других, там, коммерческих схем, при котором можно построить ФОК. Пару муниципалитетов это сделали, и мы сейчас осмотрим их опыт, и, может быть, мы попробуем у себя. Там действительно интересные предложения. Есть проработки с банковскими структурами. Попробуем. То есть сейчас на этапе изучения. Вот, коммерческое строительство ФОКа. Администрация может принять участие в решении почти любых проблем, но есть, как бы, с определенной тонкостью. Ну, как все, что связано с финансами. Что скрывать? Бед в городе, там, проблем в городе огромное количество. И, вот, я регулярно провожу приемы граждан. И, ну, примерно всегда по одной и той же концепции проходит. Как же так? Саров такой город и у нас. А дальше, ну, через запятую. Дороги, транспорт, светло, темно, холодно. То есть не хватает, там, учреждений культуры, спорта, развития. Ну, каскад проблем очень огромный. То есть, и каждая из проблем, она, к сожалению, платная. То есть не бывает, ну, с возможностью, там, добрым участием что-то сделать то или иное. Касаемо клубов, которые, вот, вы сказали, то есть администрация поддерживает их. То есть мы, да, это грантовая система поддерживает. Мы понимаем, что тех денег, наверное, недостаточно. Но мы не можем содержать клубы. Мы можем их поддерживать. И у нас каждое такое решение всегда вызывает бурю эмоций. Ну, нужно сравнить несравнимое. Что лучше, там, еще километр дороги или наше выступление, там, не знаю, на каком-нибудь, там, федеральном уровне спортсменов. Это и то, и то важно. То есть новые, скажем, не знаю, там, новый аккордеон для музыкальной школы, там, для школы искусств или, там, освещение в каком-нибудь, там, районе очередном. То есть здесь нет неправильных ответов. Все важно. То есть мы обязаны это делать в той или иной степени. Но, еще раз скажу, то есть спорт мы можем поддерживать, содержать в полной мере клубы. Я думаю, сейчас бюджет города не способен. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...